Баянаульские достопримечательности станут еще доступнее. Там обустраивают туристические маршруты и облагораживают их для удобства гостей. На главном святилище легендарного края, пещере Хомараулие, уже завершили благоустройство инфраструктуры. К ней даже прокладывают автодорогу, чтобы людям было удобнее добираться. Баянаульский край полон загадок и тайн. Трудно запомнить все легенды и сказания, которые веками люди складывали, воплощая образы этих причудливых каменных изваяний. Порой беседы с местными краеведами затягиваются в долгие споры и диспуты. Очень сложно поверить в сказочные предания, но когда увидишь все своими глазами, мнение меняется. Алтынбек Курманов, признанный лучшим краеведом Казахстана, убежден, что Баянаульская пещера Хомараулие особенная. Ее история насчитывает миллионы лет. В мире есть восемь пещер под названием Хомараулие. Пять из них расположены на территории Казахстана и одна из них – Баянаульская. Почему ее так назвали? Я ищу ответ на этот вопрос всю жизнь. Есть множество теорий. Одна из них даже связана с именем Хадарата из народных легенд из Казани. Но есть и более древние легенды. Пещера Хомараулие действительно очень древняя. В раннем средневековье здесь бывали тюркские каганы. Даже Аблайхан собирал в пещерном гроте военные советы. В начале советского периода ее даже запрещали посещать под страхом смерти. Сегодня это место паломничества. По легенде, загадав здесь желание, оно обязательно исполнится. Не случайно. Расположенная рядом гора имеет название Баяна. Путь сюда из-за рельефа горной местности очень сложный. Но в этом году к пещере Хомараулие строят автодорогу. У подножия горы тоже все облагородили. Но дальше нужно идти пешком вверх. Сама пещера расположилась на высоте более 800 метров над уровнем моря. Чтобы подняться к пещере Хомараулие, людям приходилось преодолевать длинный путь по этим старым деревянным пролетам. В последние годы они настолько прохудились, что представляли большую опасность. С этого года туристам будет намного легче подниматься к Баянаульскому святилищу. Здесь построили новую лестницу, которая уже прослужит не одно десятилетие. В пик сезона пещеру посещают до 600 человек за день. И популярность этой достопримечательности растет ежегодно. Интересно, но это факт. Не каждый паломник может застать в пещерном Казани воду. Он будет полон лишь для людей, пришедших сюда с чистыми помыслами и душой. Никто, даже ученые, не могут объяснить этот феномен. Впервые нахожусь в Баянауле и на самом деле просто потрясен красотой. Здесь есть практически все. Вот природа сама в первозданном своем виде. Здесь есть и святые места, куда приходят паломники. Для себя я открыл этот регион. И я думаю, что впоследствии, конечно же, я буду приезжать сюда еще много-много раз. С 1 июня Баянул распахнет двери для туристов. В домах отдыха вовсе готовится встретить долгожданных гостей. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Милицкий. Из Павлодорской области. Хабар, 24.